Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Привести себя в форму не так-то просто. Но как долго мы сможем поддерживать ее после всей этой тяжелой работы? Оказывается, даже после огромных усилий, которые мы прикладываем к тренировкам, они могут достаточно быстро сойти на нет, если сделать перерыв. Чтобы понять, как тело возвращается в нетренированную форму, нам сначала нужно понять, как оно совершенствуется при тренировках. Ключ к тому, чтобы стать более здоровым, будь то улучшение сердечно-сосудистой системы или мышечной силы, это превышение привычной нагрузки. Стресс, который это оказывает на наш организм, заставляет его адаптироваться и становиться лучше, что приводит к более высокому уровню физической подготовки. Время, необходимое для того, чтобы привести себя в форму, зависит от ряда факторов, в том числе от уровня физической подготовки человека, возраста, того, насколько усердно он работает, и даже окружающей среды, в которой он занимается, например, тепло и грязь могут повлиять на физиологическую реакцию на упражнения. Но некоторые исследования показывают, что даже всего 6 сеансов интервальной тренировки могут привести к увеличению максимального поглощения кислорода тканями, показателя общей физической подготовленности, и улучшить эффективность расхода энергии. Когда мы прекращаем тренироваться, то скорость потери набранных показателей также зависит от многих факторов, включая тип физической подготовки. В качестве примера рассмотрим марафонца, который находится на пике спортивной формы и может пробежать марафон за 2 часа и 30 минут. Этот человек тренируется 5-6 дней в неделю, пробегая в общей сложности 90 километров. Он также потратил последние 15 лет на развитие этого уровня физической подготовки. Теперь, скажем, он полностью прекратил тренировки. Поскольку тело больше не испытывает стресса от тренировок, заставляющих его оставаться в форме, бегун начнет терять физическую форму, и произойдет это в течение нескольких недель. Кардиореспираторная тренированность, показатель максимального поглощения кислорода, снизится примерно на 10% в первые 4 недели после прекращения тренировки. Этот темп снижения будет продолжаться и дальше, но менее заметно и более долговременно. Интересно, что у профессиональных спортсменов резкое падение максимального поглощения кислорода легкими падает сильнее всего в первые 4 недели, а потом стабилизируется и останавливается на уровне выше среднего. Но если обычный человек перестанет тренироваться, этот показатель для него упадет до притренировочного уровня менее чем за 8 недель. По материалам BBC Future. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.